Здравствуйте, уважаемые восьмиклассники! Мы продолжаем изучать историю, короткие понятия и термины. Первый термин – «обосский мир». То есть в данном случае мы с вами уясняем суть мирного договора между Россией и Швецией, который был заключен по завершению русско-шведской, а вернее даже сказать шведско-русской войны 1741-го, 1743-го годов. Переговоры начались 23 января 1743-го года в городе Або. Ныне это город Турку, Финляндия. Они начались после того, как русские войска захватили всю Финляндию. Надо сказать, что Россия со Швецией воевала 17 раз с 12-го по 19-е века. Но эта война наименее известна даже профессионалам-историкам. Она среди профессионалов часто называется «забыта война». А с другой же стороны, она сыграла огромную роль в истории России 18-го столетия. Почему войну правильнее называть шведско-русской? Дело в том, что инициатором войны была Швеция. Она готовилась к этой войне еще с 1735-го года. То есть начала готовиться за 6 лет до начала войны. Для этого она искала союза с Турцией и Францией. И получила успехи в этом направлении. Вовсю у нее функционировала разведка внешняя, то есть на территории России. Заранее шведы даже выработали условия будущего мирного договора. Поводом к началу войны стала гибель шведского военного майора. Он был профессиональным разведчиком. И выступал в роли курьера. Его убили в районе Бреслава два русских офицера. Это был майор Малькольм Синклер, который был убит в Бреславу в 1739 году. Он вез документы из Турции в Швецию. Как раз по договоренностям насчет того, чтобы выступить вместе против России. Но русские офицеры Кутлер и Левицкий, капитан Кутлер и поручик Левицкий, захватили эти документы. Синклера они убили. А документы доставили в Россию. В этом конфликте решалась судьба не только Швеции и России, но и нескольких других государств. А боевые действия велись и в Европе, и в Северной Америке, и в Индии. Россия войны не хотела и всячески избегала, но, тем не менее, Швеция настолько жаждала победы над Россией, что боевые действия начались уже в 1742 году летом, хотя война была объявлена в 1731 году. Притом серьезные боевые действия уже начались после переворота. В России была целая череда переворотов. И поэтому она в 1942 году, война уже, боевые действия серьезные, уже были при Елизавете Петровне. Абосский мир заключен, хотя и Россия полностью выиграла, полностью разбила шведские войска, войска Карла XII. Но мир был заключен на очень комфортных условиях для Швеции. Россия вернула почти все захваченные земли. Шведам только были вынуждены подтвердить итоги Северной войны, которые были прописаны в нештадтском мире 1721 года. Это еще при Петре I была победа одержана. Потери русских войск были незначительны. Для шведов потери примерно в 3-3,5 раза были выше, нежели у русских. Вот таково понятие абосский мир.